на самом деле это такой очень интересный вопрос о котором я наверное не задумывалась то есть я себе никогда не задавала вопрос какой мой мир но сейчас я могу наверное ответить что мой мир он вот если визуализировать он похож на какое-то такое облако где все белое воздушное пушистое в моем мире есть вера в моем мире есть вера в чудеса в моем мире я верю в любовь я верю в то что нет злых людей для меня люди люди добрые и есть только хорошие люди просто для людей которые закрылись которых мы называем злыми просто нужно подарить чуточку любви в моем мире есть определенные правила наверное это вот закладывалась в течение всей моей жизни моим воспитанием мой мир очень нежный очень хрупкий но несмотря на его хрупкость и нежность я никогда не позволяла внешним фактором как-то позволить разрушить в моем мире что-то веру вот самое такое можно сказать государство в моем мире это вот вера наверное вера во все лучшее в любовь у меня достаточно большая семья она такая вот минутка откровенности я всю жизнь росла без отца но я никогда не чувствовала недостаток отцовского внимания потому что отца заменили два прекрасных человека дяди одного к сожалению нет сейчас больше с нами знаете даже были такие моменты когда вот девочки рассказывали о том что вот они будут выходить замуж и под венецией будет вести отец у меня никогда не было такого состояния что я как же я я всегда знала что у меня под венец будут вести два моих отца и наверное это самое прекрасное чувство когда ты не чувствуешь какого-то недостатка я считаю что моя семья она достаточно большая бабушка дедушка мама дяди братьев сестер у меня родных нет иногда хочется иногда я понимаю что даже вот с возрастом осознаешь что тебе нужно даже больше не братья и сестры да ты думаешь о своем будущем то есть я бы очень хотела например чтобы у моих детей были родные дяди и тети но у меня есть прекрасные двоюродные братья двоюродные сестры поэтому никогда не сдаваться несмотря на все внешние обстоятельства которые как бы они не давили никогда не отказываться от своей мечты несмотря на то что я росла в очень строгой семье с очень строгими правилами я всегда делаю все по-своему потому что наверное я где-то в глубине души знала что правильно для меня что нет мама мне всегда говорила вот что мне в тебе нравится и дядя тоже говорил что мне в тебе нравится это вот сколько бы мы тебе не говорили но ты всегда делаешь по-своему и ты всегда делаешь правильно то есть слушать прислушиваться к советам но всегда делать так как просит сердце дядя которого сейчас нет он работал прокурором и я всегда хотела пойти по его стопам то есть это была моя моя мечта мое желание мое желание и но он меня всячески отговаривала говорю что опасная профессия но не для девочки но делай как знаешь в итоге я сдала экзамены но в какой-то момент что-то внутри щелкнуло и это был момент как раз переломный когда его не стало наша семья потерпел очень большое горе и в тот момент в моей жизни все изменилось я начала по-другому смотреть на мир это наверное тот случай когда ты резко вырастаешь то есть резко растешь мне было ощущение будто я выросла на 10 на 20 лет я не закрылась себе нет просто я стала по-другому смотреть на мир наверное более зрелым и осознанным взглядом и начала писать стихи о них никто не знал это был такой мой наверное такой сундучок в который я записывала все что есть моей душе первые стихи я посвятила ему в школе в школе я тоже занималась литературой мне это очень нравилось я начала участвовать в разных конкурсах понял что мне нравится что я чувствую себя там как дома на сцене особенно я начала больше записывать стихов начала больше записывать даже для себя и для своих друзей в соцсетях но потом поняла что это нравится людям и я поняла что когда моя мечта о том чтобы помогать людям она воплотилась именно в призме стихов я поняла что посредством поэзии я могу помочь людям и для меня это было большим счастьем потому что мне кажется что я нашла свой путь жизни да есть это пару севак мне очень нравится это произведение то есть не все его понимают но не все понимают армянский язык но интересно то что люди которые не понимают языка они слушают это затаив дыхание и я вижу как они начинают плакать то есть осознание того что человек может чувствовать язык не понимая до слов это наверное есть чудо тегну мэс амп сгнава уж кезан и тим хоку меч и ткч мэна тема ну мэс амп с мэна варим сэшты амэн анкюн кезнов лецви ульяна есть такой ритуал самого детства мама мне прививала любовь к себе что очень немаловажно потому что очень важно дать ребенку наверное с детства понять что он способен на многое и это заслуга мамы бабушки мама мне всегда говорила когда каждый раз ты просыпаешься утром смотри на себя в зеркало и говори что у тебя все получится и на самом деле мне это помогало в минуту отчаяния я подходила к зеркалу и наверное давала себе советы то есть я не стеснялась говорить собой я не боялась этого и я поняла что это мне помогает не могу сказать точно вообще так как я прожила всю жизнь в россии родилась я в ереване а бабушка у меня говорит на ленинаканском я говорю на армянском языке именно на ереванском ой даже не знаю мне иногда знаете очень трудно говорить на армянском особенно в тот момент когда ты долгое время не говоришь на нем и тут резко тебя просят что-то сказать или перевести что-то вот но я буду жила в армении первые полгода я вообще не разговаривала ни с кем на армянском я понимала но мне было мне было очень неудобно я была скована потому что я слышала как все вокруг очень быстро разговаривать на армянском это как-то не знаю подкашивала мне немного дальше были съемки в сериале и они мне помогли раскрыть свой армянский дудук армянский дудук звучание армянского инструмента она наверное вот является тем элементом который для меня является важным в моей голове постоянно мелодия когда засыпаю когда просыпаюсь иногда когда сплю я слышу музыку как медитация наверное услышав дудук я могу просто оказаться в нерване да когда я потеряла дядю я поняла что очень важно это очень важно говорить о том что ты любишь потому что потом очень больно осознавать что время пролетело и ты так и не успел сказать что ты любишь и для меня это не просто привет как дела я даю часть себя я хочу дать понять человеку которому я говорю эти слова что он является уже частью меня и поэтому слова я люблю тебя я говорю немногим но говорю часто то что я смогла зафиксировать это что зафиксировали мои родители в пятидесятом году когда родилась моя бабушка моему прадедушке подарили эту книгу это армянская библия но она уже была не в самом идеальном состоянии о том что было с этой книгой до того как она попала в руки моего прадедушки это остается какой-то тайной которую я лично хочу честно узнать почему это так важно перед тем как заснуть вообще младенцу рядом всегда ставили у нас библию то есть она всегда как бы как сохраняла сон охраняла ребенка охраняла его сон и спокойствие и честно говоря я сейчас держу в руках эту библию она никогда у нас то есть не выезжала за пределы дома и факт того что в ней есть история даже когда я вот просто держу ее в руках это непередаваемое ощущение потому что я знаю что в ней очень много историй которые я не знаю и никто не знает она передается по женской линии для меня это был таким важным днем когда я получила ее я всегда слышала о ней рассказы это как истории когда ты слышишь о чем-то будто несуществующим и когда тебе дают это в руки это как будто какое-то чудо